Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И продолжаются наши новогодние выпуски, продолжаются праздничные выходные, каникулы новогодние. Теперь они есть, уже много лет есть у всех, не только у детей, но и у взрослых. И, конечно же, накануне Рождества Христова нам хотелось бы поговорить об этом великом таком празднике. Опять же, не все, может быть, знают его историю, не все понимают его смыслы, его таинства, его обрядовость. И нам разобраться во всем этом поможет наш хороший знакомый, настоятель Преображенского храма поселка Красково, священник Илья Семенов. Здравствуйте, отец Илья. Добрый день. Скажите, пожалуйста, отец Илья, все-таки что это такое? Это праздник, это скорее обряд, это какой-то серьезный духовный смысл, или это просто историческая дата по отношению к Христу? Что это такое? Как церковь это трактует? Ну, прежде всего, конечно, это праздник. Один из двунадесятых господских праздников, которые, можно сказать так, на втором месте после Пасхи, после Воскресения Христова. Ну, понятно, что здесь первое, второе, третье место, это достаточно условно, но по значимости. Опять-таки, я говорю, что это очень условно, очень условно. Конечно, прежде всего, праздник очень большой и связанный с определенными событиями, с событием Рождества Спасителя, Господа Иисуса Христа, с событием, которое позволило соединиться, ну, как бы, до этого, конечно, в зачатии, но здесь мы воплоти увидели того, кто имеет в себе и божественную, и человеческую природу. То есть такая идеальная составляющая? Идеальная составляющая, идеальный проект – это Бог, потому что дополнить его ничем нельзя. Человеческая природа божественную природу не дополняет. Да, но Бог мог сделать идеальный проект на Земле, фактически, с точки зрения Христос, получается, это его идеальный проект. А сам Бог – это даже не проект, это что-то... А Христос – это не проект Бога, это сам Бог, но только соединенный с человеком. Тогда такой вопрос, а зачем эта соединенность? Так же ж проще было бы управлять все время сверху? Зачем нужно было... Нет, во-первых, Бог – он не сверху, он вездесущий, он везде. Это понятно, что такая детская аналогия. И Богу не нужно управлять чем-то, это тоже какие-то у нас управленческие... Мы любим, чтобы она вам не управляет. Да, поэтому Богу не нужно чем-то управлять, как бы какие-то посредники для управления. Здесь проблема заключалась в том, что человек отвернулся, отпал от Бога, и ему нужно помочь. И Бог всеми возможными средствами, поскольку он хочет благо, он сам благ, и он для своего мира, который он создал из ничего, и который наилучший, он хочет максимального блага. Но в это благо заложено то, что в этом мире есть некие творения, некие существа, которые имеют свободную волю. Но это тоже благо. Но это благо, как свободная воля, поскольку это подобно Богу свобода, она как раз и есть, проявление божественности в человеке, она дает возможность уклониться от воли Божьей. И человек, он уклонился. Ну, в грехопадении мы это знаем. Да, вот смотрите, тут мне почему-то такая аналогия интересная пришла. Если, например, я размещаю в интернете какой-либо пост, и вижу, что там ошибка произошла, элементарная, да, я что делаю, я его удаляю и исправляю, и по-новому его выкладываю. Возникает вопрос. Вот вы говорите, что созданы и так далее, и тому подобное. Есть ли всемогущие? Есть ли везде? Почему нельзя создать идеальную систему? Знаете, как вот есть в физике степени свободы, их огромное количество может быть. Вот, если так идеальную систему создать и не мучиться, и не нужно будет потом, много чего не нужно будет. Почему не получилось? А почему получилось? То есть вы хотите сказать, что мы идеальная система? То есть мы наилучшая система. А как же наши грехи? Войны. Это последствия нашей свободы. Господь зло не творит. Зло – это ущербность. А почему тогда не придумать такие степени свободы, чтобы как-то всем всего хватало? Вы понимаете, степени свободы – это физики. А свобода воли, она степеней не имеет. Либо она есть, либо её нет. Вот у человека эта свобода есть. Эта свобода действовать по собственному произволению. Ну тогда получается… Не как марионетка Бога. Правильно. Тогда получается, что тот, кто создал эту систему, закладывая вот эту вот свободу, это не просто риск, это провокация на грех. Это не провокация. Почему же провокация? Когда ребёнку говорят, ну ты знаешь, что у тебя там варенье, или мама там что-то покупает, а ребёнок знает, она ему говорит, пожалуйста, там не трогает. Она его не провоцирует, она его просит. А дальше уже ребёнок сам решает. Обмануть ему маму, полезть, это варенье там налопаться. Есть ещё более грубый пример. Я думаю, многие через неё проходили, когда родители говорят, вот видишь розетка, не надо туда пальцы вставлять. И каждый второй, если вставляй туда. Но это не для того, чтобы… Ну никакой же родитель никогда ребёнку не скажет, несуй пальцы в розетку, предполагая, что ребёнок, ну как бы желая, что ребёнок сунет, правильно же? И более того, без розетки нельзя обойтись. Можно её закрыть. Получается, что мы говорим о некой всемогущественности, и при этом, посмотрите, сколько всего происходит на Земле. И не поймёшь, как это всё отмерить. Вот есть такой, опять же, процент, математическая система. Сколько хорошего, и что такое хорошее. И сколько плохого, и что такое плохое. Это в каждом человеке, это в каждом народе, это в каждой стране, или это на каждой части нашей планеты. О чём идёт разговор? Вот мы говорим о рождении, необходимости была, как вы говорите, вот этой связи с человеком. А что до этого происходило? И есть же такое понятие, как второе пришествие, которое все ждут, и будет ли оно? Такой глобальный вопрос я вам сейчас. Да, это как бы вы как-то расширили до предела границы. Ну, просто вы так сказали, что пришёл, потому что мы дели себя плохо. Получается, что сейчас мы тоже себя очень хорошо живём. Нет, понимаете, пришёл не для того, чтобы наказать. А потому что мы заболели, пришёл врач. Для того, чтобы нам помочь. Пришёл друг. Помог? Конечно. А теперь опять мы ждём второго пришествия. Мы ждём второго пришествия, разумеется. Значит, мы болеем? Мы ждём не для того, чтобы нам помогли уже. Это будет очень серьёзное событие. А оно будет? Ну, конечно, будет. Если это в Священном Писании предсказано, то, конечно, оно будет, разумеется. А когда ожидать нам второго пришествия? По последним данным? По последним данным они же и первые. Тут, понимаете, мы должны ожидать каждый момент второго пришествия. Мы не можем сказать, что когда-то. Его начали ожидать ранние христиане в самые первые годы после вознесения Христа. Поэтому нам нужно его ожидать. Но дело-то в том, даже не нужно его ожидать. Понимаете, как бы этот суд, он наступит, и он уже для нас есть. Вот с Богом мы или нет. Рождество Христово, то событие, о котором мы с вами говорим, оно произошло для того, чтобы помочь человеку вернуться к Богу. Он уклонился, он упал, его занесло, его разнесло в клочья, можно сказать. Правильно я понимаю, что это косвенно доказывает или показывает, что есть и темная сторона нашей жизни, тот самый, которого не хочется упоминать. То есть он все-таки существует? Конечно, существует. Но это... А почему от него нельзя избавиться? Или это система баланса? Нет, это не система баланса. Если мы говорим о сатане и о бесовском воинстве, которые ему служат, то Господь его не создавал. Он не создавал зло. Оно само по себе? Он... Помните, я же сказал, что Господь даровал свободу некоторым существам. Вот ангелы были одни из них, человек другие. Поэтому у ангелов была возможность проявить эту свободу. Некоторые отпали от Бога. Стали демонами. Стали демонами, да. Ну так он бы подправил, подправил бы и... Понимаете, дело в том, что... Так мы же говорим о наилучшем из миров. Понимаете, одно дело... Вот одно дело, когда ваша система сама приходит в порядок, а другое дело, когда периодически вам нужно отвертку. Подкручивать. Подкручивать, понимаете? Гайки у нас говорят закручивать. Дело в том, что человек, ангелы, это не механизмы, которых нужно подкручивать. В том-то их и свобода. Понимаете? Вы все время хотите сказать, что мир был бы совершенен, если бы... То есть, почему Господь не сделал мир совершенным, и не нужно было бы с этим возиться. Но в том-то и дело, что если бы не было свободы, то мир не был бы совершенным. Потому что его совершенство есть ориентация на Бога, а Бог – это свободное существо. Без свободы мир не был бы совершенным. Понимаете? Но эта свобода – это возможность отпасть от Бога. Поэтому то совершенство, которое в мире есть, и из которого нас, рожденный Господь Иисус Христос, как бы пытается вывести из этого несовершенства, – это есть плод свободы. Но сама по себе свобода – это совершенство. Еще один вопрос перед перерывом. Прошу сразу же прощения за него. Может, он прозвучит как-то не очень приятно. Тем не менее, любая система... Меня что-то, видите, тянет в естественное. Любая система, когда она устойчива, она более-менее нормальна. Причем не идеальна. То есть, должен быть плюс и минус, да? Хотя иногда плюс-минус отталкивается. Но тем не менее. Инь-янь и так далее. То есть, наличие добрых сил и злых сил, светлых сил и темных сил. Может быть, мир должен быть создан из хорошего и плохого, из черного и белого. Потому что если будет все белое, тоже, вы знаете, какой... Вот, да, религия говорит, рай. Мне кажется, когда все время хорошо, тоже не очень правильно, нет? Ну, то есть, вы сознательно выберете себе что-то плохое в жизни? Я пока не сознательно говорю сейчас. Понимаете, вот если вам, например, вас спросят, хотите ли вы быть здоровым? Вы скажете, нет, я не хочу быть здоровым. Хочу. Я хочу болеть, но вот выздоравливать периодически. Но это странно было бы, правильно? Странно. Поэтому в некоторых ситуациях, ну, все-таки совершенство, оно лучше. И белый цвет. Здесь же мы, понимаете, вы приводите аналогии, либо эстетические. И понятно, что на палитре цветов сложно что-то одним белым изобразить. Но дело-то не в этом. Дело в том, что Господь сотворил мир многообразным. Поэтому помните такой символ радуга? Это тоже связанный с Богом, с Его чудесами. Очень мощный символ, ветхозаветный. Поэтому, конечно, это многообразие, оно присутствует. И многообразие людей, и многообразие различных животных. Вы же видите, какой мир многообразный. Он многолик и многообразен. Поэтому Господь не сотворил его однообразным. В том-то и дело, что желание привести его к механическому совершенству, оно как раз и сделает его однообразным. Понятно. А мы сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся. Напомню, что у нас в студии настоятель Преображенского храма, поселок Коросково, священник Илья Семенов. Это программа «Открытый диалог». До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». Рождество, праздники новогодние, новогоднее настроение. Даже заставка у нас такая новогодняя, зимняя. У нас в студии, напомню, настоятель Преображенского храма, поселок Коросково, священник Илья Семенов. У меня такой вопрос. А зачем, собственно говоря, этот мир был создан? Не очень прилично отвечать вопросам на вопрос. Ну, почему бы нет? У нас же диалог, правильно? У нас дискуссия даже. Диалог. Да. Поэтому спрошу, что лучше, быть или не быть? Быть. Вот. Господь из небы... Но при определенных обстоятельствах. Подождите. Без обстоятельств. Я уже, видите, что-то требую. Пока, пока, да. Подождите пока. Обстоятельства... Хорошо, мы учтем. Или точнее, Господь их учел в свое время. Но быть лучше, правильно? Поэтому творение мира – это возникновение из небытия мира. Бог сотворил мир из ничего. Не из чего, точнее. Понимаете? Поэтому сам факт этого творения – это благо. Вы говорите, зачем сотворил мир? Для того, что... Потому что быть – это лучше, чем не быть. Вот чего-то не было, и оно стало. Самое главное – это то, что нужно было воссоединить человека с Богом. И Христос, Он в себе это осуществляет. Как мы уже сказали, две природы – божественная и человеческая – соединились в одной ипостаси. И далее своей жизнью, не только своими словами, всей своей жизнью, а сам Христос, Он, как Бог, есть вторая ипостась Пресвятой Троицы, то есть логос. Поэтому Он раскрывается во всем. Его логос раскрывается во всем. Он ведет человека в нужном направлении. Он показывает, как нужно выйти. То есть Он сам в себе имеет выход. То есть Он есть дверь, в которую нам нужно войти. Он и пастырь добрый. Он нас ведет и сам является той дверью, в которую мы должны войти. Поэтому, конечно, это и самое интересное, что Он нас начинает учить с самых первых своих дней вообще, но даже еще до своего рождения, даже в самом событии рождения. Потому что если мы с вами вспомним, где произошло это рождение Христа, оно произошло не в какой-то фешенебельной гостинице, а в яслях. В самом, что ни на есть. Да, потому что не хватило места. Вот как мы можем сказать, ну как, Бог что не мог. Это усмешка Бога? Как-то распорядиться? Почему? Нет. Доброе, доброе усмешка. Нет, нет. А почему же усмешка? Зачем здесь? Здесь усмешки быть не может. Здесь именно смирение. Смирение. Да, действительно, так обстоятельства сложились. Но можно родиться и не обязательно в гостинице. Для этого нет необходимости. Вот в таких условиях он рождается. И первые, кто его прославляют, пришли к нему, это были пастухи, тоже простые люди. А потом пришли волхвы. Это не иудеи. Это люди других национальностей. Скорее всего, персы, маги. Поэтому здесь вся полнота человечества, она преклоняется перед родившимся Христом. В таких условиях. То есть он учит смирение. Уже самим своим рождением учит нас смирение. Есть определенные ветхозаветные пророческие предсказания, предзнаменования. Ждали Мессию. Об этом было открыто пророкам. Как это может быть бесконечное соединено с конечным? Как это возможно? Как может быть вечное с конечным? Как это вообще возможно? Что-то такое запредельное. Когда божественное соединяется с человеком. Мы знаем, что в христианстве много странностей с точки зрения светского, обыденного сознания, достаточно посмотреть на крест и подумать, как это вообще мы поклоняемся кресту, как это орудие страшной казни. Почему? Крест. Мы носим крест на себе. Причем иногда не отдавая себе отчет, как туристы. Кто-то носит православные, католические католики носит православные. Просто крест – это и крест. На кладбищах ставится крест. И вроде бы, когда мы приходим в церковь, заупокоим мы свечку, ставим возле креста. А тут получается… Ну, я понимаю, о чем вы говорите. Но, возможно, это тоже какое-то такое глобальное таинство, которое нам просто не дано понять до конца. Мы стараемся его понять. И тоже есть символическое толкование. Поскольку Иисус Христос – это в полноте человек, Он до конца испил чашу человеческой жизни и страданий. Вот интересно, я просто к слову. Раньше, кстати, Рождество не отмечалось. Долгое время вообще ни этот праздник не отмечался христианами, вообще день рождения не отмечался. Ветхозаветная традиция, она далека была от радости по поводу рождения. Потому что человек рождается, ну, чаще всего жизнь связана со страданиями. Это язычники, они как бы радуются в свой день рождения. А ветхозаветная традиция – нет. И вот до IV века вообще как бы об этом речь не шла. То есть, понятно, что человек рождается для того, чтобы умереть в итоге. Может быть, поэтому? Это тоже, да. Рано или поздно это произойдет. Конечно. Но потом начали праздновать. Потом начали праздновать, да. Потом как раз из Богоявления, из праздника Богоявления, Крещение, которое у нас будет в ближайшее будущее, 19 января, да, по юлианскому, то есть по светскому календарю, по нашему. Да, мне еще будет вопрос по датам в финале. Да, да, да. Вот. Ну вот будет у нас, да, это Крещение, вот это Богоявление, из которого выделился праздник Рождества Христова. И вот мы… Но ведь согласитесь, все равно в этой всей истории, если я позволю себе такое слово применить, Слово хорошее. А самое главное все-таки, наверное, Пасха, потому что рождаемся-то мы все, а вот… Аж и воскреснем тоже все. Ну, надеемся, по крайней мере. Ну, надеемся, конечно, но некоторые уже воскресли, и во время Иисуса Христа тоже, ну, Лазарь, например, Четверо-1. А, но из последних что-то мы никого не слышали. Последних это что значит? Ну, вот последние десятилетия или должны века пройти? Возможно. Ну, десятилетия, вы прям меряете, это же как… Ну, хочется же, вы знаете… А потом это нас не убедит. Кстати, а вот такой вопрос совсем неожиданный, коли мы про Рождество говорим, и тут эффект рождения любого человека сейчас приходит в голову, что Церковь трактует, сколько человек должен жить, оно средний возраст. У нас сегодня президент заявил о том, что мы стремимся к тому, чтобы к 80-летнему рубежу прийти, да? Ну, государство так хочет. А что заложено Всевышним? Сколько мы должны жить? Или это трудно сказать? Ну, мы знаем, что в Ветхом Завете люди жили долго. То есть, вот Ветхий Завет нам открывает то, что люди жили несколько сот лет. Что же нас убивает? Что нас убивает? Вот все те грехи, которые… Ну, знаете, дело в том, что конец жизни – это не небытие. Поэтому что значит убивать? То есть, убивать нас может и жизнь, но неправильная. Ну, то есть, вы говорите, что смерть – это некая условность. Смерть – это не условность, это очень серьезное событие разлучения души и тела, очень серьезное, которое свидетельствует о конечности человека. Человек, он конечен. Физически? Физически. А духовно? А духовно может закончиться еще и раньше своей физической смерти. И это страшно. Поговорим еще об одном, потому что если мы пойдем дальше, я думаю, программы нам не хватит, с вами очень интересно об этом беседовать. Я думаю, что мы еще и на Пасху с вами встретимся, да и пораньше, может быть. Все-таки к датам. Религиозные люди, может быть, даже особо не вдаются в эти вопросы, а люди светские, вот как они могут понять, что ж у нас все никак в хорошем смысле слова, сейчас шучу, все-таки Новый год, не все как у людей. Вот вся Европа празднует 25 декабря, мы празднуем 7 января. Вроде как Господь Бог у нас один. Ну, там разные разновидности идут, я имею в виду церкви, да, тем не менее, подходы разные. Чего не соединить-то вместе? Это специально сделано, это иногда напоминает, как в некоторых странах, специально на час время убирать, чтобы не как в Москве было. Ну, во-первых, надо сказать о том, что мы тоже празднуем Рождество 25 декабря, но по юлианскому календарю. Юлианский календарь был введен в обиход Юлием Цезарем в 46-м году, до нашей эры. В дальнейшем выяснилось, да, и предполагалось, что год этого юлианского календаря, то есть там вычисления были, это не просто распоряжение Цезаря, по определенным таблицам было высчитано, что год имеет 365 дней и 6 часов. Но в дальнейшем стало ясно, что была ошибка. И течет, то есть год на самом деле, ну, полный оборот Земли вокруг Солнца, это имеется в виду год, он совершается за 365 дней, 5 часов и 49 минут. 11 минут всего, но за 128 лет набегает целые сутки. И поэтому в XVI веке, в 1528 году, папа Григорий XIII, он, учитывая эту ошибку, вводит другой календарь, который стал называться Григорианский. И он, учитывая тоже високосные годы, но там своя, как бы, такая система, там не каждый високосный год, а он должен был кратен не только 100, но и 400. Ну, в общем, не буду вдаваться в подробности, времени у нас мало. В общем, произошла такая ситуация. Церковь русская, да, и другие церкви, они, как вы с вами знаете, что погружены в определенное пространство, в том числе и политическое, и идеологическое. Поэтому в то время, и более того, как бы, есть определенная инерция сознания верующих. И поэтому в то время, как бы, решение перейти на Григорианский календарь было бы неким, ну, таким предательством, традицией и чем-то таким чуть ли не вероотступничеством. Да. Поэтому, как бы, не стали это делать. Хорошо. Но сейчас-то уже можно было бы? Либо мы ждем, либо они перейдут, либо мы перейдем. Или никогда этого не произойдет? Вот, не знаю. Только Пасха иногда совпадает, и то хорошо. Да. Но претензий нет у православной церкви католической, куда там сейчас нет ничего? А претензий не было никогда, претензий никогда нет. Нет. Ну, с другой стороны, если 25 декабря был праздник, может быть, не было бы столько выходных. Так что, пусть будет. Ну, это уже как бы... Это я сейчас шутейно разговариваю. Большое вам спасибо. Вот, со всеми праздниками вас, всех ваших родных, близких и всех прихожан, всех, кто придут. И впереди еще окрещение, о чем мы тоже поговорим в программе «Открытый диалог». У нас в студии настоятель Преображенского храма поселка Коросково, священник Илья Семенов. С вами был Николай Пивненко. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»